Кадры, сделанные фотокором Кубань-24, Николаем Хижняком пробирают до мурашек. Страшное наводнение, которое случилось в Апширонском и Туапсинском районах 25 октября прошлого года, он не просто запечатлел, пережил, переболел. Вместе с теми, чьи дома в одночасье уничтожила стихия. Сегодня Николай Хижняк получает сразу две награды – золотое перо и золотой объектив. Фотокорреспондент информационного портала Кубань-24 за материал «Люди и грязь по следам потопа». Кадры делал совсем не ради наград, признается Хижняк. Тогда об этом и не думал, выполнял свою работу. Это работа, я всегда любил такие темы, которые на грани, всегда какого-то происшествия, социально значимые темы, поэтому мне просто было интересно, я понимал, что я должен там работать. Просто выполняет каждый день свою работу еще один корреспондент нашего телеканала – Денис Сопов. Автор документального фильма «Это надо живым» сегодня стал обладателем золотого микрофона. Когда создаешь свои программы, думаешь, в первую очередь, ну, все-таки о зрителе. Я себе представляю всегда этого человека, ну, группу людей, да, которые будут это смотреть. В первую очередь ориентируешься на них. Значит, говоря, это, пожалуй, такая первая серьезная, именно, кубанская моя награда. Если Денис Сопов на экране постоянно, то для Дмитрия Сабелина, Юрия Дешина и Дмитрия Ланина привычнее быть за кадром. Но сегодня вместе они под блеском софитов и получают золотые объективы. Точно так же, как и вместе трудились над документальным фильмом, посвященным художественному руководителю кубанского казачьего хора Виктору Захарченко. Два раза на сцену поднялась и начальник отдела авторских программ «Кубань-24» Татьяна Понасюк. Расхожий журналистский штамп. Человек с микрофоном по пояс в пшеничном или ячменном поле. Такие кадры на Кубани в этом году сделать не удастся никому. В Краснодарском крае объявлено чрезвычайное положение засуха. Она уже 30 лет профессии. Тысячи сюжетов и программ, не меньше и профессиональных наград. Татьяна Понасюк прошла путь от простого корреспондента до руководителя авторского цеха. Сегодня в ее руках благодарственное письмо от губернатора края за личный вклад в развитие СМИ региона и знак за заслуги перед профессиональным сообществом. Не бывает простых корреспондентов или больших телевизионных начальников. Есть либо журналист, либо его просто в профессии нет. Награды – это всегда очень приятно, но, честно говоря, журналист работает не из-за наград. Наши телефонные книжки, наши звонки и наши рейтинги – это самая большая наша награда. За 60 лет существования регионального отделения Союза журналистов России кубанские репортеры работали в разных условиях, но всегда для читателей, слушателей и зрителей, отметила в своем поздравлении вице-губернатор края Анна Менькова. Многие, кто стоял у истоков создания первички, ветераны профессии, сегодня получили заслуженные награды. Я хочу от имени губернатора Краснодарского края вас всех поздравить с 60-летием Союза журналистов Краснодарского края, пожелать нашему Союзу еще долгих и долгих лет жизни, чтобы действительно вы прирастали новыми союзниками, новыми членами, профессиональными журналистами. Я хочу нам всем с вами пожелать не проиграть в нашей профессиональной битве. Мы с вами должны беречь нашу профессию, мы должны быть ей верны, мы должны доказать, что журналистика, профессиональная журналистика, она такая, какая она есть в Краснодарском крае. Сейчас в редакциях краевых и районных газет, журналов, теле- и радиокомпании, интернет-изданий работают сотни журналистов. Поиск интересных новостей, острые репортажи и оперативная обратная связь с населением. И есть наша жизнь. Наверное, одна из самых высоких концентраций СМИ в стране – это Краснодарский край. И, наверное, одна из самых лучших журналистских школ, потому что очень многие, те, кто начинал на Кубани, они сейчас работают в центральных средствах массовой информации, а некоторые возглавляют. Я очень часто вставлю в пример телеканал «Кубань-24», который ухитряется вещать не только на всю Кубань, но и соседние регионы, и на очень хорошем, очень высоком телевизионном уровне. Почти 800 средств массовой информации в крае. Они вполне нормально, спокойно работают, сохраняют тиражи, если говорить о печатных изданиях, сохраняют интересы аудитории, если говорить об электронных средствах массовой информации. Что важно – осваивают новые форматы, средства коммуникации. Чтобы оставаться в центре информационного поля региона, мастера пера и микрофона постоянно делятся темами и опытом на площадке Краевого союза журналистов. И сегодня его ряды пополнили новобранцы и вручили удостоверение. Теперь численность репортерского сообщества Кубани достигла полутора тысяч. Вероника Веретенникова, Влад Захаров, Кубань-24, Краснодар.